Итак, товарищи, я бесконечно благодарен, что могу выступать перед вами, перед сообществом тех людей, которые борются за чистоту науки. И вот в этом духе как раз и у меня... Товарищи, это охлаждение на трибуне. И в этом духе как раз у меня два выступления на этом конгрессе. И самое интересное, что в связи с техническими особенностями, мои доклады вышли отдельным пятым томом. Если у кого-то его нет, я готов помочь вам бесплатно его взять и так далее. Вот этот пятый том. Здесь в свете, на русском, английском языке все эти тексты изложены. И сейчас будет очередной интересный текст, доклад Всемирной Объединенной Науки. А именно, в связи с чем он здесь встает, этот текст, и чему он посвящен. Значит, речь идет о том, что первое, на что я хочу обратить ваше внимание, хотя мы здесь все физики, технарии и так далее, но в основе всей науки лежит слово философия. Наука-философия. Обратите внимание, если нас называют кандидаты наук, еще до сих пор кое-где, то на Западе нету этого слова вообще. У них только... Они все себя называют доктор философии. Вот представьте себе, доктор философии, хотя некоторые, я уверен, даже эту философию не слышали, не видели. Откуда все это пошло? Это пошло еще 2400 лет назад, когда в Афинах начало зарождаться понятие наука. Сначала исследовали природу, а потом Аристотель говорит, «Ну хорошо, по природе мы собрали очень много, давайте эту науку, часть науки назовем вторая философия под названием физика». Вот мы все с вами, философы по-прежнему, а Запад вообще от философии не уходит с самых вот этих 2500 лет подряд. В связи с этим, учитывая, а да, а что такое философия с точки зрения идеологии? Философия – это мать наук. Это наука, которая учила мыслить и давала путевку в жизнь всем наукам, в частности и физике. Но она ее назвала философией. А после этого что? После этого задача философии – просто делать, будем говорить, косвенный контроль, делать выводы о том, что эта наука соответствует требованиям философии, потому что это корень всего научного исследования. Вот. И если все хорошо, то будет все хорошо. Но, как вы знаете, наша астрофизика, ну и физика в целом, уже последние 100 лет существуют в ужасном трансе. Вот. Нужно включать механизмы, остановить этот разрушительный процесс. И я вижу с удовольствием, что вы это делаете прекрасно. Но когда это в таком узком кругу и не все разрешается печатать, я считаю, это малоэффективно. И поэтому я воспользовался другим способом фактически помочь вам в работе. Я поехал в прошлом году в Грецию на Всемирный конгресс философов. Вот. В Афинах. Афина, столица, где зародилась философия. Туда приехали в прошлом году. Это как раз были первые числа августа. И приехало больше трех тысяч академиков, профессоров и так далее. Там, естественно, все формы философии. И все, так сказать, склонности, и физиков было полным-полно в том числе. Они сделали очень много разных семинаров. И вот я выступал на семинаре философия в физике. Но мне важно было другое. Я там доложил доклад, который вчера прозвучал, но в соседней аудитории. Я вижу, к счастью, есть люди, которые меня вчера слышали. Вот. Те, кто не смогли услышать, а там это было на ура и продолжалось очень долго. Я вам рекомендую все-таки сами самостоятельно почитайте. А еще лучше подойдите ко мне. Я вам дам то, что называется транспарант, как говорится, дополнительные картинки, которые я показывал. Они более, так сказать, интуитивно, понятнее будут рассказывать идеологию. А идеология очень серьезная. Фактически родилась совершенно новая теория астрофизики. В начале доклада я вычеркнул полностью теорию относительности, квантовую физику. Но не голословно, а доказательно. И эти доказательства все восприняли стопроцентно. А после этого, когда ты видишь, что наука не работает, зачем к ней обращаться? И я с нуля, базируясь на принципах философии, доказал всем присутствующим совершенно новый принцип описания функционирования всего космоса. Всего космоса. Кстати, между прочим, для этого понадобилось всего лишь к Ньютону добавить пять новых определений. Просто во времена Ньютона об этом никто ничего не знал. Я их добавил, и все. Наверное, там на ходу получаются ответы. Но это был доклад вчера. А сегодня я хочу вам рассказать не менее важный, интересный момент после этого Конгресса. А именно, когда я к ним приехал. Внутренне, честно скажу, я компьютерщик. Я всю жизнь разрабатывал численные методы для решения вот этих сумасшедших дифференциальных уровней несчастными производными, которые здесь как раз в астрофизике и у физиков очень нужны. И благодаря этим идеям меня даже американцы к себе опустили. Хотя я был первый программист за всю историю обмена между СССР и Соединенными Штатами. Ну и там ознакомился с их подходами. Ну и так далее. Это уже другая история. Мне важно, что я видел, по крайней мере на этом Конгрессе, очень такие уставшие, опущенные лица этих философов, забитые и так далее. Ну физики мне говорили здесь, что мы тоже забитые. Мне важно другое. У нас рефлекс внутри. Философия – мать наук. Она должна проверять, смотреть, подсказывать и так далее. Единственное, вчера, когда я выступал, мне сделали замечание, а не сделаешь ли ты 30-е годы? Я уверен, что этого не произойдет. Итак, история того, что происходило в Афинах в прошлом году. Вот, 3000 человек. Общение, естественно, полмесяца на английском языке. Для меня это все равно. И поэтому я общался со всеми, включая и ведущими философов разных школ, в том числе Греции, ну и так далее, и так далее. За день до окончания Конгресса, там произошли выборы. Избрали новое руководство. То есть президента Всемирного философского общества и его вице-президента. Вот они на фотографии здесь. Эта фотография сделана буквально через считанные минуты после выборов. А для меня было самое главное. Конечно, приятно. Новые лица, так сказать, уважаемые. Тем более, я с ними общался со всеми. У меня было очень важно, потому что я предложил в процессе Конгресса, прежде всего в самом докладе и в личных беседах, сделать то, что называется прообраз организации объединенных наций. Но объединенные нации управляют жизнью государств, в общем, и они, так сказать... Иван Михайлович, ну прекратите это дело. Слушаем докладчика. И тем самым делает координацию разных государств, независимо от их взглядов и так далее. Но, чтобы они жили правильно. А по наукам. Столько наук, столько возмущений, столько несовпадений во мнении, а, главное, теории выдают, а они ничего не подтверждают. Это, конечно, безобразие. Вот я им это сказал. Я им сказал, вначале было, будем говорить, определенное даже сопротивление. О, это тяжело, это не для нас и так далее. Но я же говорю, выжмать наук. Ну, короче, эти беседы дали свой результат на 100%. Как только лишь закончились голосования, я сразу же подошел к новой избранным и спрашиваю, вот с правой стороны от вас, это президент греческого общества, фактически он там руководил этим конгрессом. Я ему говорю, ну вот, а как же моя идея? Он говорит, Евгений, 100% поддержка, так сказать, никаких возражений. 100% поддержка. Тогда я спрашиваю у президента, он с другой стороны рядом стоит, тоже, я его фактически эти несколько минут только увидел, а до этого, ну, просто для меня член Оргкомитета, очень видная величина, его все уважали. Я его спрашиваю, ну как вы будете делать эту Организацию Объединенных Наук? Он говорит, да, я знаю, мне поручили, а для него это же как поручение. Я очень заинтересован в этом, и я все буду делать для того, чтобы это появилось. Вопрос, когда? И вот это очень важный момент. Философы собираются всего мира один раз в пять лет. Прошлый год был 13-й. Поэтому следующая встреча состоится в 18-м году в Пекине. И вот президент мне говорил, что я тебя буду использовать. Во-первых, он доказал, что видел в моем тексте выступления эту идею, он ее поддержал и сказал, что еще будут со мной контакты. Я так понимаю, что в Пекин через пять лет придется ехать. Но я уверен, что там это все прозвучит. Что наконец появится всемирный орган, который от имени Матери Наук будет говорить, какие науки достойны, какие нет и так далее. А у нас есть прекрасный пример. И я его рассказывал вчера на выступлении. Вот возьмем нашу физику, астрофизику. Ньютон создал свою теорию. Ну, молодец. А философы сразу раз и проверяют. Кант раз и проверил, все ли у этого Ньютона хорошо. Ну и оказалось, этот Кант показал, что там все окей. Натур-философия. Это очень важный момент здесь в доказательствах. Он показал, что все, у Ньютона все окей. И больше двухсот лет Ньютон, как говорится, спал спокойно, но условно я говорю, он всех удовлетворял. Потому что его теория работала тогда фактически как бы на сто процентов. Но теперь с точки зрения нашей жизни и моего выступления вчерашнего. Когда Ньютон писал свою суперхорошую теорию, не было понятия электричества. Не было понятия радиоволны. А мы-то знаем, что мир, космос от этого зависит очень и очень сильно. А у него это нигде не учитывается. Вот это был его единственный, я бы считал, не то что недостаток, а это просто проблемы времени. Ну и в связи с этим в начале прошлого века появилось очень много новых теоретиков. Астрономы молодцы, работают, находят очень и очень много новых доказательных данных. Мне это очень важно. Включая черные дыры, там не буду повторяться, это вы все знаете. Ну и один из лидеров, по крайней мере так представляется во всем мире, был Эйнштейн с его теорией относительности. По крайней мере он вынился в числе первых. Ну и все спрашивают, как ты создаешь свои теории. А для философов это очень важно. Он отвечает, я их создаю на базе свободного вымысла. То есть человек в открытую говорит, вот мне взбрело что-то в голову. И вот так оно и должно быть. А доказать это и так далее, он даже не собирается. Почему? Он пишет уравнение. В принципе он обычный математик, аналитик и так далее. Написал и ждет, а как же внешний мир среагирует на эти формулы и докажет, что я был прав. Но слово докажет, особенно в те времена, там решалось очень легко, вы знаете. И здесь это звучало с помощью денег. Вот поэтому появилось очень много наук, которые в миллионы страниц напечатаны и так далее. Астрономы спрашивают, а ответа нет. Почему галактики разбегаются? А как появилась Вселенная? Этот взрыв, это вообще не знаю, кому это в голову пришло. Я вчера это рассказал, очень легко, просто никакого взрыва, естественно, по мини не было. Очень советую, почитайте еще раз пятый том, там все это написано, но мой доклад посвящен другому. Мне очень важно, что таких лженаук очень много и созрело как раз период включить понятие, фундаментальное понятие, мать наук. И вот они все согласились, они взбодрились. Я уже видел более такие приятные глаза. Вот. И сейчас, так как это всемирная организация, сейчас идет просто длительный такой, очень сложный период. Как ее создать, потому что там все государства мира. А главное создать идеологию. Ну, для меня это как бы понятно. Мать наука, она еще 2400 лет назад этим занималась. Просто вернуть ту функцию, которую она делала раньше. Когда рождались новые науки, на самом деле все радовались и что-то узнавали. А сейчас сто лет подряд нашу суперлюбимую физику, вот эта астрофизика задавила так, что страшно даже говорить. Появилось очень много лженаучных высказываний, идей, положений, которые ничем не доказаны абсолютно. Вот. Которые портят, во-первых, жизнь всему населению, а во-вторых, никакого движения научного. Поэтому, я уверен, что с 2018 года мы услышим вот это объявление, ну, официально, так сказать, утверждение. Очень хочется надеяться, что я там буду, потому что они знают, что я автор этой идеи. Вот. И начнем бороться. Почему я докладываю это? Казалось бы, это касается физика. Мне важно, что я в среде людей, которые фактически этим же занимаются, только не с точки зрения слова-философия, а с точки зрения профессионального научного взгляда. Я видел столько много высказываний в течение прошедших дней, стопроцентно солидарен с этими выступлениями, но вот они прозвучали. А дальше? Ну, эти сборники наши, я поговорил с Егором, они никуда почти не попадут, ну, в библиотеки он даст. Хорошо есть интернет, хорошо можно файлы полистать, но когда ты видишь файл в интернете, как бы доверие не очень. А этим функционерам нужна бумажка, нужна копия, оригиналы и так далее. Вот. Поэтому я уверен, что эти ребята-философы разработают новый подход. А мне очень важно, чтобы вы не сидели, не молчали, не моргали глазами, а уже активно включились в создание этого общества и навязали свою форму мышления. Потому что, когда я вчера так вскользь скоснулся, я услышал столько много волнительных, так сказать, вопросов. По основному докладу вообще нету ни одного вопроса, там, как говорится, стопроцентно одобряемся. А вот по этой идеологии, как запрещать вот эти лженауки, как это делать? Я думаю, что пример с Ньютоном — это самый лучший способ. Философ. Появилась теория, философы проанализировали с учетом и ваших мнений и так далее. И выносят свой вердикт. То есть, будем так говорить, вот как вузы, их же не закрывают, их объединяют и так далее. Так и здесь сказать, что вот такая теория, она не соответствует требованиям научных взглядов. Она не дает правильные ответы, что для нас легко очень доказать и так далее. И все. Но это будет официально публиковаться в таких же веб-сайтах, как ваш, в таких же изданиях фундаментальных, как и у других, потому что у философов изданий очень много. Ну, короче, удалось вдохнуть новую жизнь во все философское сообщество. Там очень, на самом деле, толковые, умные люди. Единственное, я не хотел бы, чтобы они остались в одиночестве, потому что они, конечно же, очень многих ваших вопросов не знают. Когда я с ними пытался беседовать, эти уравнения Штейна, там, квантовая физика и так далее, для них это, конечно, кошмар. Они только из-за того, что это вот какая-то такая недостижимая истина, они просто руки опускают и все. Вот здесь им и нужно подсказать. Вот здесь им и нужно подсказать, рядом с ихними фамилиями, а там такими нашу, весь мир дрожит, как говорится, вынести свое решение. Вот я призываю вас не молчать, максимально собирайте. По крайней мере, президент известен. Его заместитель известен. Спокойно выходить в интернете, находить контакты. И мое даже участие здесь, я считаю, не обязательно, потому что у вас возможности катастрофические колоссально выше. И самое главное, ваш труд, ваши мысли, в конце концов, начнут давать реальную отдачу. То есть есть понятия типа там теории относительности, а вы сказали, что это бред. Так пускай все знают, что это бред. Если на коллайдер миллиарды потратили и обещали черные дыры штамповать каждый день, так скажите, что это невозможно. И эти миллиарды налогоплательщиков европейских не пойдут в пустую. Ну и так далее. То есть отдача от философа будет сумасшедшая просто. И они в конце концов воспрянут, потому что сейчас их не уважают, потому что они не дают дохода. Короче, я выступил, поддержали стопроцентно, как мою теорию, так и создание этого общества, а другого варианта нет. Предложите что-то другое, я не возражаю. Есть слово «мать наук» и все, это записано у всех. И так и должно быть. Совершенно верно. И самое главное, что весь Запад это поддерживает. Каждый себя называет доктор философии. Типовое дело, создается организация под светлую идею. Понимаете, как я говорю? Потом оказывается, что все между собой передрялись. И на всех направлениях это дело проследило очень внимательно. И значит, в результате и организация рухнула, там и так далее. Ну, ладно, не хочу переводить. Мне очень нравятся ваши слова. И я считаю, что как раз именно с вашим интеллектом нужно не допустить вот этого негатива, что вы говорили. Оно с другого конца решается. Сначала создается идеология, а потом организация. Ну, будем так. У нас все наоборот всегда делается. Это у нас. Это у нас. Кстати, между прочим, даже у нас на Украине сейчас все бывшие кандидаты, я в том числе, называются докторами философии. Уже все написали. У нас есть другой ерунг. Да. Мне важно. Он же доктор. Здесь он кандидат, а там родился. Вопросы к докладчику. Будьте добры. Короче, у нас впереди, товарищи с вами, 4 года как минимум. Сейчас идет процесс образования. А это значит формирование того, что говорить, идеологии прежде всего. Вот нужно залазы. Я Василий Воложенковский собрал эфирщиков России. Это было первое совещание. Все понимали, что наука плохая. Все с этим согласны. Потом надо подождать. Все передрались между собой разъехать. Я тогда сказал, что, значит, а я отвечал за все это хозяйство. Значит, у себя уже после. Ну, значит, человек, вместе, наверное, был. Значит, я сказал, что, ну ладно, ребята, договориться не можем. Давайте так, через 5 лет мы соберемся и посмотрим, кого, кто поддержал, за кем. Не приехал никто и забыли про них, что они вообще на системе. Можно ответить, в чем Ваша ошибка. Ваша ошибка, что у Вас не была база под названием «Мать наук». У них это заложено в крови. А когда любители говорят, хотят, и каждый гребет все равно под себя, тогда кончается плохо. Так вот, слово под свои знамена философы не допустят. И мы должны это обеспечить своим влиянием в том числе. Я просто вижу... Кто нам должен? Я просто вижу Ваше мышление. Я полностью солидарен на Ваших идеях. И Вам подсказываю, появилась возможность всемирного масштаба. Это очень серьезно. Между прочим, когда американцы узнали, что вот это сообщество наук будет создаваться, ну там был кошмар просто. Их реакция была... Естественно. Естественно. Их китайцы и россияне... Философских. Их китайцы и россияне задавили. Поэтому следующий конгресс в Пекине. Но самое главное, что в документах и в выступлениях их идеологию задавили очень и очень сильно впервые. Они были возмущены до предела.